Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом Ильюжей Александр, и мы вместе с вами продолжаем выживать в игре под названием Grounded. А если вам понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Друзья, большое вам спасибо за то, что даете мне толковые советы. Например, по поводу глины. Я все-таки сходил, немножечко ее добыл, изучил, и оказалось, что из нее... Ой-ой-ой, сколько камней, ну ладно, я их соберу. Оказалось, из глины можно строить фундаменты, а фундаменты нужны для адекватного, нормального, ровного дома. С этим у меня были большие проблемы. Но ничего, сейчас мы это исправим. Я уже немножечко места расчистил. Можно начинать строительство... Ага, мешает верстак. Ну, это не проблема. Убираем верстак. Сап я, к сожалению, сложить не могу. Инвентарь полон, и черт. А что можно выбросить? У меня тут... Нет, не забито. Так, мы это выложим. Другие предметы найдены я тоже, кстати, изучил. Ну, еще и сделал лук себе. В общем, чувствую пока просто великолепно себя. Ну, и фундамент. Вот он, наш фундамент. По-моему, просто замечательный. Слишком большой дом строить я не буду. Вообще, у меня даже были мысли построить дом где-то на возвышенности. Это было бы очень отлично для выживания. Так, вот это мы уберем. Здесь оно неуместно. Там бы и меня, и жуки не достали. Но пока хотя бы давайте построим такой дом, а дальше будет видно. И если вы знаете, друзья, где еще добыть какие-нибудь интересные материалы, которые можно изучить, или крафты, поделитесь со мной, пожалуйста. Я был бы очень благодарен. И, к сожалению, глины на полный фундамент мне не хватило. Но это не беда. Мы побежим сегодня к муравейнику. Ну, или, может быть, это не муравейник, а просто какая-то штуковина. Вон она. Я внутрь туда не заглядывал, мне страшно. Отметил место с глиной, и там еще есть какие-то непонятные жуки. Все, мы это сегодня увидим. Но сперва давайте построим себе домик хоть какой-то. Я разобрался со строительством. Окно у нас будет, пожалуй, где-то здесь, да? Подходящее место. Далее обнесем это стенами. Вот они в некоторых местах соединяются. Довольно интересная система. Так, повернись. Вот так. Здесь, наверное, тоже не помешает окошечко маленькое. Красиво. Стены эти потом получится выровнять, между прочим. Хотя здесь я, наверное, вообще не стену поставлю, а дверь. Где у нас лаборатория исследований находится, тут. Может, здесь будет дверь хорошо смотреться. Да, наверное, все-таки здесь. Это не дверь. Саня, это не дверь. Это, к сожалению, окно. Убираем. Ставим дверь. Готово. А еще я научился добывать древесину. Но я не знаю, как строить дома из древесины. На скриншотах я видел, что такие дома строить можно. Но как? Совершенно непонятно пока. Продолжение стены. Эй, что-то стена. Ты не ровно встала. До этого же было все хорошо. Давай-ка. Без выдумок. Вот. Отлично. Ага. Вдоль фундамента. Ну, пока что-то вот такое у нас получается. Окна можно будет доделать. Но сперва разберемся со стенами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какое количество планок мне понадобится. Но благо заранее мы их много насобирали, подготовили. Оу. А для двери нужен вид стем. Я знаю, где он добывается. Это тканевая фибра. Ленточная. Какая веревочная. Так. В общем, окей. Угу. Древесина добывается, друзья, из одуванчиков. Кто бы мог подумать, что стебель одуванчика считается древесным. Ну, по крайней мере, в этой игре осталось только одуванчик найти. Я нормального не вижу. Вижу немного высохший, да? Ему досталось. Бедняге. Давайте это срубим. Ой, и еще. Тут есть вот такие деревья, для добычи которых нужен топор второго уровня. Где этот топор добывать? Может быть, как-то мой можно улучшить? Очень непонятно. Очень все это непонятно. Очень интересно. Но пока разберемся с древесиной. Во, как она выглядит. Огромные настоящие одуванчиковые бревна. Аж пять штук из одного одуванчика падает. Великолепно. Дом. Дом, милый дом. Видимо, когда я убирал разные штуковины возле дома, к сожалению, сломал и марку. Которая показывает местоположение. Но это ничего. Маркеры. Такс. Угу. Граспленк. Еще две нужно. Эти мы пока сложим, пожалуй, вот сюда. Рано или поздно пригодятся. Отлично. Давай. С окошком тоже нужна древесина. Почему я сразу не использовал? Вот это моя ошибка. Стоп. А если попробовать взять древесину, подойти к исследовательской лаборатории и изучить ее? Насколько это вообще возможно? Да, это возможно. Ха, ничего себе. Это открывает совершенно новый мир для меня. Вот, можно делать деревянные стены. Можно делать деревянные окна. И деревянные двери. Но проблема в том, что одуванчиков-то этих не так уж и много в округе. И поэтому, наверное, будем пока жить в древе... В листочном, в травяном доме. Ага, я знаю, что инвентарь полон. Давай. Давай. Готово. По-моему, сейчас закончится вся трава. Придется ходить и тормошить опять округу. Но хотя бы будет минимальная крыша над головой на первое время. Тикс. Я сейчас делаю крышу, но я до сих пор не понимаю, как... Стоп. Я, наверное, понимаю, как делать обычные горизонтальные стены. Перегородки. Полы. Перекладины. Во! Мы сейчас это дело изучим. И у нас получится крыша. Нет. Только треугольная стена. А как, черт побери, сделать тогда крышу? Какого материала мне не хватает? Хм. Очень странно. Очень странно. Очень непонятно. И, похоже, закончились ресурсы. Придется немного добывать. Давайте я этим займусь и вернусь к вам. Воу-воу! Нарубил очень много травы. Надеюсь, этого хватит, чтобы завершить пока первую половину нашего дома. Давайте закончим уже со стенами. По-быстренькому. Тикс. Может быть, даже получится дверь доделать. Отлично. Я же сделал немного себе веревки. Замечательно. Трава оказалась даже тут, когда падала. Это хорошо. Это удобно. Спасибо, трава. Вот бы ты всегда падала прямо в дом ко мне. Ну и вот как-то так это выглядит на данный момент. Давайте займемся крышей. Вещь очень важная. Без нее вообще-то как бы никак. Так. Крыша у нас будет вот таким образом. Очень странно получается. А если сделать вот такой угловой кусок? Как бы его вставить? Да. Не особо симпатично получается. А если вот так? Как-то у меня... Как-то мне удавалось соединять. Но пока происходит совсем не то, чего я желаю. Да. Похоже, придется немного изменить форму нашего дома, чтобы все было красиво и замечательно. В общем, стена здесь будет идти немного под углом. Придется это дело разобрать. Но ладно. Это по-быстрому все-таки. Эх. Если бы у меня была обычная горизонтальная крыша. Вот это было бы прекрасно. Зато появятся лишние кусочки глины. И можно будет использовать для фундамента их. Так. А вот траву придется переложить. К сожалению, по-быстрому тоже это сделаем. Падай, падай, падай. Убирайся, убирайся, убирайся. Падай, падай, падай. Во. Давайте. Вот так это будет выглядеть. Ага. Стена. Во. Во. Понимаете, о чем идет речь? То есть у меня будет, по сути, маленькая избушка. Не особо длинная. Хотя... Че-то я погорячился. Избушка-то получится нормальная. Вот стена. И замечательно. Можно было бы убирать только одну. Здесь мы продолжаем строительство крыши. Очень много уже всего. И можно легко запутаться. Во. Да-да-да. Но. Что насчет крыши над головой? Потолка. Я хочу потолок. Разве я многого требую? Потолок. У каждого человека должен быть потолок. Ладно. Хорошо. Будем, значит, без потолка. Еще появились строительные леса. Но это тоже... Хотя стоп. А что если попытаться? Control. Что значит, ну, control? Нет. Нет. Пытался нажать control, чтобы у меня получилась перекладина, перегородка. Но нет. Не выходит. Стена только вертикальная. Горизонтальная сделать я ее не могу. При чем тут control? Я не понимаю, за что он отвечает. Ну, хорошо. Тогда просто продолжаем строить. Угу. Угу. Стена треугольная. Не самая полезная вещь на данный момент. Мне нужна крыша. Вот так. Ну, симпатично. Еще здесь мы закончим. Тоже придется, пожалуй, убрать дверь, потому что форма неправильная. Ресурсы, конечно, получим. Но... Ай-яй-яй-яй-яй. Как же неприятно, что оно все развалилось. Но чего не сделаешь ради красивого дома. На что только не пойдешь. Готово. Теперь... Сюда, да? Приклейся. Во. Окей. Дверь, наверное, установим как раз-таки тут. Почему бы и нет? Хорошее место для двери. Дверца, иди сюда. Ага. Дверь-то тут не воткнешь. Угу. Дверь так не устанавливается. Здесь только стена может стоять, как я понял. Да. Значит, дверь будет у нас находиться тут. Ну, что поделать? Давайте я закончу строительство, посплю и пойдем дальше. Друзья, друзья, друзья! Здесь какой-то кипиш начался. Ко мне пришли разъяренные огромные муравьи. Пока я тут просто кайфовал, никого не трогал. И я не знаю, как быть. Ладно, попробую отстреливаться из лука. С копьем я на них точно не полезу. Они слишком грозно выглядят. Получи. О-о-о-о! Это солдаты муравьи. Охрененно больно еще и кусаются. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. А ну-ка проваливайте! Ну что я вам такого-то сделал? Я всегда муравьишек любил. Я... Я их кормил. Беги. Стреляй. Почему ты не стреляешь? Ай-яй-яй. Они еще и прыгать умеют. Не получается попасть. Даже в упор. Ужас какой-то. Ай-яй-яй. Ну, похоже, я отъеду сейчас просто-напросто. Какого черта они приперлись? Я не понимаю. А-а-а! Пожалуйста! Да, не убивай меня. Хотел сказать я. Ну ладно, я воскреснусь прямо... А почему я не воскрес возле своего дома, а потому что там не было кровати? Все логично, но бежать, слава богу, придется недалеко. Итак, большую часть дома удалось завершить. Муравьишки меня больше не беспокоили, слава богу. И я им тоже объявляю войну. Они напросились. Я их не трогал. И тут они присылают солдат. Почувствовали мою слабость, расслабленность. И пошли в бой сами. Хорошо, я отвечу тем же. К тому же мне нужны запчасти муравьев. Друзья, пора отправляться. Пора отправляться добывать глину, добывать еще клевера. Мне нужно очень много для крыши. Ну и, может быть, найдем что-то толковое, например, вот в этом месте. Которое, ну, по-моему, очень сильно напоминает муравейник. Ну, чье-то логово оно напоминает стопудово. Вдруг там крот живет или что-то в этом духе. Но я буду надеяться, что там живут муравьи. И, наверное, спускаться туда без факела не самое лучшее решение. Так, а для торча-то у меня ничего и нету толком. Придется выйти наружу и все-таки это дело насобирать. Факел готов и теперь я спускаюсь. Что бы меня там ни ждало, я встречу это со всей отвагой. Ох, длинная-длинная глубокая пещера. А в глубокой длинной пещере у нас грибы какие-то. Опачки, ничего подобного я еще пока не собирал. Надо будет обязательно исследовать. Да, это... Опа! Ха-ха, дружище! Здорово! Это муравейник. Вау-ау-ау-ау-ау-ау! Так, давай драться, я попробую биться с тобой. Прыгай. Давай-давай-давай-давай. Ну куда же ты? Давай, я-то... Испугался все-таки, дружище. Испугался. Или не испугался? Блок-блок-блок-блок-блок. Надо было больше аптечек взять. Я убью его по-любому. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему я убрал факел? Где мой факел? Почему я убрал факел? 8, 8, 8. Черт возьми! Фух! Это, конечно, логично, что нельзя использовать факел вместе с луком. И знаете-ка, я, пожалуй, отсюда вылезу. Это едва не стоило мне жизни. Но муравейник, конечно, место крутое. Можно будет охотиться на муравьев. Что там нужно нам для лечения? Лечение. Ага, немножечко фибры. Хорошо, ее тут есть много. Давайте сделаем аптечку и пойдем добывать глину и тех странных жуков. Может быть, даже получится кого-то убить. Не знаю. Там они похожи на огромных-огромных клопов. Такие вот дела. Так, хватает на аптечку? Да, хватает. Отлично. О, даже на две. Вообще замечательно. Такс. Две аптечки. Хорошо. Восстанавливаем хп. И бежим дальше. Муравьишек пока оставляю в покое. Все, что я хотел увидеть, я увидел. Это действительно огромный муравейник. И там действительно новые разные интересные штуки. Но муравьев так много, что, наверное, одному там будет справиться, по крайней мере, на этом этапе игры. Очень сложно. Опачки. Перекусим. Мякотью ореха. Она восстанавливает очень хорошо голод. Такс. И вот они, эти жуки. Они реально огромные. Настоящие титаны. И самое интересное, они, хотел сказать, не агрессивные. Ха-ха-ха. Такс. Тут хоть кто-нибудь есть не агрессивный? В самом деле. Ему плевать на траву? Я думал, она его остановит. Она же огромная. Это как деревья для него. Вау. Яблоко здесь еще нет. Не был. Это яблоко. Так. По-моему, он преследует меня до сих пор. Да ты что, прикалываешься? Я спрячусь в банку. Он туда не сможет залезть никак. Это мой выход из этой ситуации. Опа. Слёрп. Хе-хе-хе. Хорошо. Еще и голод восстановил. А яблоко, интересно, можно? Яблоко нужно добывать... Нифига. Он выпускает яд. Яблоко нужно добывать топором улучшенным. Но топора у меня нету. Ладно, давайте попробуем нанести урон. Интересно, сколько с лука я сниму хп ему. Жук вонючка. Он как раз нужен, чтобы пройти через... ...ту запрещенную территорию. Не знаю, хватит ли мне боеприпасов, чтобы его убить. Но мне нужна его голова. Надо было больше делать стрел, очевидно. Они от него просто отскакивают, ёлки-палки. Я-то потом смогу прийти и забрать их. Такс, у меня нету с собой компонентов для стрел. Нет, я фьюз не взял. Может, если стрелять ему в голову... Эй, не двигайся! Стоять там! Это ловушка для тебя, дружище! Вау-вау-вау. Вау-вау-вау-вау. Он идёт сюда. Мне кажется, я в банке не спрячусь от него. Так, он знает, что я здесь. Пытается пройти. У него фулл хп! Серьёзно? В смысле? А как так-то возможно? Так, стрелы я забираю. А почему фулл хп-то? Друг, ты не застрял там случайно? Не застрял. Блин, а я не знал, что это работает именно так, но это так и это досадно. Может быть, опять он будет стоять на месте? А, пожалуйста, стой, не двигайся. Или подойди сюда. Или подойди сюда. Он снова восстановит хп. Прыгать с копьём? Ну, это такое себе решение. Можно, конечно, его метнуть. Но этого будет мало. Несколько копий, чтобы метать их, я тоже сделать не могу. Сражаться с ним, это верная гибель. Он меня один раз укусит или выпустит свой яд. И всё, Саня, до свидания. Пускай от слюни что-то стоит. Посмотрите, он хочет, чтобы я подошёл. Ха-ха-ха! Друзья? Друг? Ты попал в ловушку? Таких жуков нужно брать хитростью. Их надо заманивать в ловушку. И потом... Вот так делать? Ах, мне даже жалковато его. Но у меня есть голова жука вонючки. И теперь я могу создать противогаз. И отправиться в ту заражённую зону. Жаль, что из него, кроме этой головы, больше ничего не выпало. Это, конечно, довольно досадно. Но я всё равно счастлив. Ёлки-палки. Муравишки, вы пришли поздравить меня с победой? Их тут трое. С тремя сражаться я, наверное, не стану. Слишком опасно. А если вдруг увижу одного муравьишку, то всё. Судьба его уже решена. Уже давно. Ну как давно? 15 минут назад на меня, наверное, нападали по времени. Может, 20. Но тогда мы и решили их судьбу. Так, вот оно. То самое место, где я добывал глину. Её тут должно быть много. Но, похоже, она закончилась. Окей. Не мог же я добыть абсолютно всё. Жуки-вонючки продолжают бегать и вонять. А я вижу кассету, ведущую в какой-то другой мир. Но я пришёл не за этим. Оба на пауки. Ну, конечно. Ещё бы паука попытаться так же обвести вокруг пальца. Сделать, чтобы он застрял. И вообще... О, вода капает! Вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода. Хорошо. Так, дружище. Тебя я тоже теперь буду коллекционировать. Раньше у меня это не получалось. И, блин, реально нету глины. Один кусок всего лишь вижу. Получается, я зря бежал. Да нет, не зря. Не побежал бы я сюда за глиной. Не победил бы жука-вонючку. И не получил бы противогаз. А вместе с ним и доступ к новой локации. Еще вижу кусок глины. Но, опять же, она вся упадет в речку. Я не смогу ее добыть. Как и вот этот кусок. Ну, вот смысл. Что она лежит в воде. Кому от этого хорошо? Как будто бы разработчики просто решили немного... Поиздеваться над игроками. Мол, смотри, оно тут есть. Но ты это не получишь. Страдай. Вон тебе жуки-вонючки. Иди лучше с ними пообщайся. Ну, ну, ну. О, взял. Нифига. Взял. Так, так и до того куска тогда, наверное, получится дотянуться. Мне супер много глины не нужно. Просто доделать фундамент. Она больше не нужна ни для чего. По крайней мере, сейчас. Давай, давай, давай. Раньше не получалось. Хорошо. Хм. И любопытство, конечно. Любопытство. Мое любопытство. Оно заставляет меня... Глина. Сходить, подняться по кассете и посмотреть, что же там такое. А, так, похоже, мы там были. Похоже, мы там были. Хотя нет, мы были здесь. Тут-то мы не были. Но здесь еще одна большая, огромная локация. Поднимусь все же. Ах, паук. Единственное, что меня сейчас смущает. Это смущает очень сильно. Ну, хорошо. Я поднимусь. В случае чего сбегаю за своим трупом, за своими вещами. И вот она, новая локация. Там кто-нибудь живет? Может быть, среди камней внизу кто-то живет? Не знаю. Колючки, между прочим. Да, вот. Опять. Запретная зона. Там распылитель. Здесь много травы и... Объявление о том, что эта локация еще закрыта. Она как бы есть, но разработчики не допускают туда. И очень жалко. Но, по крайней мере, мы добрались. И теперь буду знать. Может быть, даже когда-нибудь в следующих обновлениях получится и по дому побегать. Было бы круто на самом деле. Но уже наступает ночь. И самое время возвращаться домой. Пока всякая дичь не повылазила на поверхность. Муравьишка, ты один, да, я смотрю? Во-первых, я сделаю так. Он мой. Во-вторых, я сделаю вот так. Это месть за мою смерть. Куда собрался? Куда собрался? Инвентарь полон уже. Да елки-палки. Вроде бы ничего не собрала, а инвентарь уже полон. Хорошо, возвращаемся домой. Надо еще исследовать. А уже действительно сильно темно. Вот она, моя метка. А дом у меня находится вон там. Да. Без отметки сбиваешься все-таки сильно. Еды есть у меня? Еда у меня есть. У меня грибочки еще имеются. Но дома можно будет и мясцом перекусить. Хороший поход, хороший. Надо больше стрел сделать. Я забью, наверное, половину своих слотов стрелами. Просто для того, чтобы загонять жуков в ловушки и как-то их убивать. Но по-другому никак. Просто никак. Может быть как раз-таки из частей одного насекомого. Какого-нибудь, да, из насекомых. Можно будет сделать топор второго уровня. Опять же откроется доступ к новым крафтам. Что здесь делает? Вот это. Заберу. Пригодится обязательно. Строительство идет полным ходом. Как это? Такие ценные материалы валяются под ногами. Без дела. Отлично. И самое главное. Самое-самое-самое главное. Исследование. Давай-давай-давай. Итак, мы можем исследовать на самом деле дофига всего. Это что такое? А это мы нашли в муравейнике. Угу. Это у нас... Те... Те... Ладно. Такс, это какие-то гланды. Ядовитые гланды? Или ядовитые железы? Можно сделать... Что-то похожее на бинт. Окей. И вот голова жука-вонючки. Ха. Можно сделать... Молот. Для борьбы с насекомыми? Инсект. Хе. Ах. Ну что там? Для противогаза еще остается, а? Чего мне не хватает? Мне нужен ганат фьюз. Он вроде бы у меня есть. Ну, в общем-то, на самом деле всего хватает. Но делать это сегодня я уже не буду. Пока мы на этом с вами, друзья, остановимся. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Оба-на, в одежде муравья можно больше вещей переносить. Классная вещь. За просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok